Выборы депутатов Ивановской городской думы 7-го созыва, прошедшие 13 сентября, отличались очень низкой явкой избирателей, которая составила всего 16,68%. Так было практически по всей России. В условиях последних изменений законодательства, 10-дневное голосование, организация наблюдения за ходом голосования стала практически невозможной. Плюс к этому в интересах провластных кандидатов использовался неучтенный и неограниченный административный ресурс. Власть буквально загоняла зависимого избирателя на участки, кого приказами, кого подкупом. Вдумайтесь, 43% избирателей, пришедших на выборы, проголосовали досрочно. Практически все голоса, упакованные все в пакеты, были отданы кандидатам от «Единой России». При всем неограниченном административном ресурсе, партия власти по единому избирательному округу в городе Иванове получила 46,7%, то есть менее 50% голосов избирателей, пришедших на выборы. 83% избирателей, проигнорировавших голосование, отдали право решать свою судьбу депутатам, избранным меньшинством населения города Иваново. В соответствии со статьей 3 Конституции РФ, носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ. Вот, третий пункт Конституции, высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Мнение большинства людей о том, что их голоса не повлияют на исход выборов, все решено. Очень удобно действующей власти. Апатия, безразличие, неверие культивируются властью. Победить это может только сам народ, осознавший, что только он является единственным источником власти. Ивановцы. Совсем немного времени осталось до выборов в Государственную Думу РФ. Только высокая явка станет условием избрания легитимной представительной власти. Новые технологии, внедренные избиркомами, эффективны только при низкой явке избирателей. Только своей политической активностью народ может переломить ситуацию. Ивановский горком КПРФ. За нашу победу будем бороться все вместе. Да? Да! Спасибо вам большое.